КОНСПИРОЛОГИЯ Если на экономическом фронте происходят просто революционные изменения. А это гораздо важнее. Что же произошло в международной российской экономике за те несколько дней, когда СМИ сделали главной новостью исчезновение Путина с экранов? Перечислим лишь некоторые события. Первое. Китай заявил о создании собственного аналога системы межбанковских платежей SWIFT. Время ее запуска — конец 2015 года. Конец 2015 года теперь можно считать моментом перехода экономической войны между США и остальным миром в активную фазу. Второе. Путин дал поручение Минфину и Центробанку разработать схему финансирования строительства электростанций в Крыму. Министр энергетики Новак заявил. Центральный банк в данном случае нам помогает реализовать финансовую сделку с тем, чтобы обеспечить ликвидностью банк-кредитор. Есть поручение ЦБ и Минфину разработать и представить схему финансирования. С учетом возврата процентов по кредитам — это порядка 80 миллиардов рублей. По конституции Путин или Медведев не имеет права давать поручение ЦБ. ЦБ у нас независимый, но получается, что уже не совсем. Новак описывает схему. ЦБ дает деньги банку, банк дает деньги российскому предприятию на строительство электростанции в Крыму. Если поручение президента будет выполнено именно в таком ключе, мы получаем то, чего требовали патриоты всех мастей. ЦБ начинает эмиссией финансировать экономическое развитие страны. Это революция. Тихая революция. При этом ставки по ипотечным и агрокредитам будут субсидироваться. Это тоже большой успех. Третье. После одобрения правительством Центральный банк Казахстана обнародовал план по дедолларизации экономики до конца 2016 года. Основная цель Казахстана – избавиться от макроэкономической нестабильности, которую создает американская валюта. Назарбаев – политик с идеальной интуицией и серьезными связями в Пекине и Москве. Окончательное утверждение курса на дедолларизацию – это четкий сигнал о том, на чьей стороне Казахстан в надвигающейся экономической конфронтации. Четвертое. Президент Путин поручил Центробанку и правительству до 1 сентября определить целесообразность создания валютного союза ЕАЭС. Новая валюта ЕАЭС – Алтын или Евраз – может появиться уже в 2016 году. Пятое. Голдман Сакс – один из топовых американских банков, который связывают с Ротшильдами, выпустил рекомендацию покупать российские облигации. Вдумайтесь! Американский топовый банк рекомендует покупать облигации страны, чью экономику Обама якобы разорвал в клочья. Шестое. Великобритания заявляет о желании войти в капитал Азиатского инфраструктурного инвестиционного банка – международной финансовой структуры, которую Китай основал в качестве замены Всемирного банка. Лондон на глазах всего мира кидает Вашингтон. Реакция Вашингтона напоминает реакцию мужа, который застал свою британскую благоверную в постели с китайским ухажером. Реакция – бешенство. США заявили, что британская инициатива войти в капитал китайского проекта – не лучший способ взаимодействия с развивающейся державой. Под развивающейся державой американский рогоносец подразумевает Китай. При этом Лондон даже не удосужился ответить на претензии Вашингтона. Так что нет никакой тайны, чем занимался и занимается Путин. Путин укращает Центробанк, поддерживает международные контакты и делает все, чтобы Россия вышла в плюсе после горячей фазы глобального экономического конфликта. Пока все идет хорошо. Победа будет за нами.